На предновогоднюю встречу за чашкой чая в администрацию города пригласили ветеранов спорта Сочи. В прошлом спортсмены, ныне тренеры, вместе с заместителем главы курорта Сергеем Юрченко подвели итоги спортивного года. Безусловно, одно из самых важных событий минувших 12 месяцев – это проведение международной конвенции «Спорт-Аккорд». Курорт обогнал по голосам Рио-де-Жанейро Глазго и Варшаву и был признан самым спортивным городом мира, за что получил награду. Получил вполне заслуженно. Сочи и после Олимпиады продолжает принимать крупнейшие события в мире спорта. Это остается одним из приоритетных направлений. Чемпионаты мира по бабслею, керлингу, шахматам, всероссийские пляжные игры, всемирные игры колясочников-эмпутантов, Формула-1. Крупных мероприятий в 2015-м город принял более ста. Любой спорт, особенно профессиональный, он начинается с детского массового спорта. И развивать, конечно, как муниципальное образование города Сочи, мы должны именно детский массовый спорт. Условия у нас, конечно, есть. В Сочи сегодня работают 24 учреждения спортивной направленности, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Развиваются 74 вида спорта. Всего же в Сочи тех, кто систематически занимается физической культурой, более 190 тысяч. Но остаются и проблемы. Как их решить городским властям, поможет Совет ветеранов спорта. Сегодня объявили о его создании. Необходим вот Совет ветеранов в первую очередь для того, чтобы корректировать все спортивные дела в городе, особенно массовый вид спорта. Следить за тем, чтобы зимние виды спорта не затмили развитие летних видов спорта. Первое заседание решено провести уже в конце января. А сразу после встречи с ветеранами спорта были подведены итоги конкурса на звание лучшего учреждения спортивной направленности города Сочи. По его итогам, кубки за первые места получили спортшкола Олимпийского резерва номер 2, детско-юношеская спортшкола номер 10 и физкультурно-спортивный центр по зимним видам спорта.